Руководитель исполнительного комитета муниципального района Дмитрий Иванов распорядился каждый месяц подводить итоги развития важнейших отраслей сельскохозяйственного производства и прежде всего животноводства. Потому не случайно, что в минувшие дни семинар совещания прошел на базе крупнейшего хозяйства Галактионова в отделении села Александровка. Сегодня Галактионова является одним из образцовых хозяйств района, и это неспроста, ведь именно животноводство кормит сельчан не посезонно, как растение и водство, а круглый год, ежедневно принося в кассу хозяйств денежные отчисления. Мегафермы отделения села Александровка рассчитаны на 1200 голов крупнорогатого скота. В настоящее время на содержании фермы находится 1113 голов. Несмотря на то, что большое количество крупнорогатого скота было забраковано по тем или иным причинам, это около 250 голов, в течение двух лет в основное стадо было введено около 450 новых голов крупнорогатого скота. Над этим мы сейчас на сегодняшний день очень, как бы сказать, стабильно работаем. У нас специализация, вот мы будем в Александровке, специализируется на выращивании телочного уголовья, так как статус имеет у галактионного племхозяйства. На сегодняшний день из расчета 550 голов коров основного стада, это по племенному статусу, они находятся на этой территории. ООО Юлдоз, или как привыкли Юлдозовские подразделения, оно специализируется чисто на выращивании бычков, в этом текущем году получены приплоды к уровню прошлого года, если в цифрах детально сказать, то это будет на 217 голов больше. Если было в прошлом году 1037, в этом году 1254. Также из расчета мы планируем до конца года получить на 100 голов в районе 80 телят. Также на семинаре с докладом выступил и заместитель генерального директора холдинговой компании Акбарс Иван Коновалов, который рассказал, как складывается ситуация в части животноводства по республике в целом. Групп на рогатых катан, 30 тысяч из них до этого. Надавим сегодня 330 тонн молока в сутки, и порядка, ну, самый максимальный надой, с учетом сезона, все у нас достигало почти 500 тонн в сутки. Сполагаемые части животноводства в 184 населенных пунктах, вот, все это обведено в 19 юридических крест, в том числе в углу Тену, в одной из них. Значит, ситуация везде по-разному. Скажем так, в основном у нас преимущественно сконцентрировано производство заводской зоны, дубовинской, капельской, опасной зоны. Но география очень большая, от ржаного до огрызья. Огрызь, гелабуга, арс, кустрецы, ловишевая, чисто полевая. Наши требования животноводства сводятся к тому, что нам нужно, самым по проблемным точкам, все охватить так, чтобы невозможно, самое главное, по проблемным точкам. Обязательно у нас поставьте стартерного комбикорма для телят от месяца до шести месяцев, которые на одну голову должны получать 340 килограммов, и все для полгода они должны съесть. И второе, что у нас абсолютное требование, это ветеринарная защита. То есть это обязательно иммунопрофилактика. Что касается ветеринарной ситуации, то в отделении села Александровка она находится под контролем. Постоянную работу здесь ведут зооспециалисты. Ведь части животноводческой отрасли должен быть налажен постоянный контроль за воспроизводством. Он включает в себя регулярную работу технологов по воспроизводству стада и ветеринарных специалистов, а также ежемесячные ректальные исследования. По каждой молочной ферме сделать перечень необходимых процедур, и наша служба продолжает проверять. В помещении хорошие, где находятся телки, телята здесь, кажется, отличные. Ряд ли, где увидишь состояние таких телят, хорошие в молочном периоде, до шести месячного возраста. Применяются везде примиксы и все остальные. Я думаю, вот, Радик Рустамович, отдельным хозяйством договариваться с Ултаном, кажется, непосредственно уже тем исполнителям, которые есть. Можно здесь в Александровке кое-чему научиться. Кое-чему научиться. Поэтому, кажется, давайте мы не только вот так и масштабы, кажется, будем ходить, и более, кажется, терять с другими, чтобы они пообщались и работали. Чтобы, кажется, положительные моменты, где есть, могли применять, кажется, другие фермы. После того, как участники семинара совещания ознакомились с местными фермами, они отправились в сельский клуб, где продолжили работу по обсуждению не менее актуальной на сегодняшний день отрасли – растения и водства, а именно об обменном семенном фонде, где были подведены итоги за прошедшее время.